Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео под названием «Самая опасная еда для сердца, сосудов и всего организма. Подлость и хитрость пищевой промышленности». Что ж, вы, конечно, можете вспомнить несколько продуктов, вредных для сердца и сосудов, и, возможно, будете правы, но самое главное – упустите точно, и уж точно вы не знаете, всей полноты ужаса, до которого наше общество, цивилизация докатилась, позволив пищевой индустрии уничтожать людей ради прибыли и контроля над ними. То, что я сейчас вам назову и поясню, раскрою тему, это одна из главных причин сокращения продолжительности жизни и почти всех болезней сердечно-сосудистой системы и любого вида рака. Эти вещества вызывают слабоумие и ускоряют старение организма. Это трансжиры. По-другому трансжиры называются гидрогенизированные или гидротированные продукты. Гидрогенизированное растительное масло – это основа гидротированных продуктов. В первую очередь это маргарин, но синонимов очень много. Для производства трансжиров берут соевое, кукурузное и другие масла, как правило, геномодифицированные. Я надеюсь, вы понимаете, что сои и кукурузы в мире выращиваются 99% ГМО. Так вот, эти масла нагревают до загущения. Теперь это хранится долго, и это удобно перевозить. Трансжиры есть везде, где экономят сливочное масло, где используют масла для каких-либо приготовлений. Сливочного масла в наши дни с нашей-то кулинарией массовой на всех не хватит. Да, если вы не смотрели мое видео о пальмовом масле, посмотрите. Ссылку я оставлю под этим видео. Итак, этих гидрогенизированных веществ в природе нет. Никаких трансжиров нет в природе. Они созданы пищевой индустрией только для удешевления производств и продуктов, соответственно, и продления срока и годности. Трансжиры могут храниться в тепле и не портятся. Тот же маргарин. Трансжиры накапливаются в организме и являются мутагенами, канцерогенами. Это надежный и гарантированный путь к раку. Его не всегда обозначают прямо на упаковках, что, мол, это трансжиры, конечно, нет. И даже гидротированные, гидрогенизированные и по-другому продукты не всегда пишут. Трансжиры создал изначально немецкий химик Вильгельм Норман в 1901 году, когда создал технологию гидрогенизации растительных жиров. Побочным продуктом такого производства стали трансизомеры жирных кислот. Вот это-то и есть мощные свободные радикалы. Зато дешево в производстве и хранится долго. И выбор, конечно, за вами, покупателями. Только не закрывайте теперь глаза на эту проблему, ведь так вы ее не решите. А в начале 20 века всем людям наврали, что это, мол, здоровая альтернатива животным дорогим жирам. И хранить эти трансжиры, тот же маргарин, проще, чем жидкие растительные масла. Ну, конечно, все же для вашего блага, не так ли? И было бы полбеды, если бы процесс гидрогенизации доводили бы до конца, до создания твердых, насыщенных вот этих искусственных жиров. Но нет, гораздо дешевле не доводить его до конца. Так и остаются в этих жирах трансизомеры. А хитрость негодяев заключается вот в чем. В 90-е годы, когда наука доказала, что трансжиры смертельно опасны, тогда транснациональные корпорации придумали юридические лазейки. Можно юридически написать на упаковках, что продукт содержит ноль трансжиров. Не не содержит, а содержит ноль трансжиров. Ноль понятия относительные. И вот придумали такую хитрость, что если одна порция какого-то продукта, полуфабриката, содержит всего лишь половину грамма или менее на одну порцию, то тогда можно писать ноль трансжиров. И тогда производители стали уменьшать в размере готовой порции, ну там, скажем, пончиков, чипсов и так далее, чтобы больше класть по количеству вообще и меньше на одну порцию этих самых трансжиров. То есть утилизировать эти трансжиры в организмах людей. Или, скажем, полграмма на 100 грамм продукта. Но этот ноль трансжиров на упаковке не означает, что там, в этих продуктах, нет трансжиров, они там есть. Ну а остальное связующее, нужное для жирности количество, это помимо трансжиров в этих продуктах, крымах, насыщенные синтетические, генно-модифицированные в основном жиры. Это рапсовое, хлопковое, кукурузные масла. Это омега-6, жирные кислоты, вредные сами по себе. Но они еще и, внимание, ГМО. Кстати, про хитрости. Так же, как точно с ГМО-продукцией. Чтобы обманывать покупателей, но утилизировать генно-модифицированные продукты, производители придумали следующий ход. Ну, естественно, в сговоре с законами. Если продукт сложно-сосновной состоит из нескольких компонентов, и только один из этих компонентов содержит трансгены, является ГМО, то юридический продукт составной уже не будет считаться ГМО. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд, и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Что уж говорить о кормах для животных, комбикормах разных, да, куда входят десятки компонентов, и всего лишь, например, один ГМО, скажем, кукуруза или соя. И никто не скажет вам, что это, по сути, ГМО. Бьют-то не по паспорту, а по морде. Разумным людям нужно не де-юра, а де-факто, не так ли? И вот люди обманывают, их разум обманывают, но биологию-то не обманешь. А будет именно то, что и вызывает ГМО в поколениях, бесплодие, рак, другие болезни, разрушение генетики, уродства в будущих поколениях, что достоверно, научно доказано, что и без науки, понятно, не надо ломать геном. То, что было создано свыше, в чем есть логичная программа, но за эту правду увольняют и убивают честных ученых, кто идет против корпорации и пытается обнародовать страшную правду о последствиях потребления трансгенной продукции животными и людьми. Так вот, и с трансжирами то же самое. Все эти картофели, фри, чипсы, пиццы, как правило, если это не очень дорогие в элитных ресторанах, содержат трансжиры. Даже в хлеб уже добавляют в промышленных масштабах эти трансжиры и пишут, что в составе гидрогенизированный продукт, а могут не писать. Запомните, везде, где нужны жиры в приготовлении, попкорн, дешевая кондитерка, печенье, готовые, долго хранящиеся завтраки и заготовки, кондитерские жиры крыма, обязательно содержат трансжиры. Внимание, любое количество грамм трансжиров смертельно опасно и не обойдется без последствий. Помимо самых жутких последствий, трансжиры повышают плохой и уменьшают хороший холестерин в крови, ускоряют процесс образования атеросклероза, вызывают инфаркты и инсульты, повреждают стенки сосудов, делают сосуды более хрупкими, вызывают хронические системные воспаления, ускоряют старение и, как я уже сказал, любой вид рака. К тому же вызывают диабет второго типа и метаболические системные нарушения. Читайте внимательно упаковки, все, что написано мелким шрифтом, а лучше не покупайте то, что содержит воду, влагу, но не является овощем или фруктом или не хранится без заморозки долго. Никаких приготовленных и упакованных продуктов. Особенно опасно питаться в кафе и ресторанах, где есть шанс того, что масло, которое они используют во фритюрах, используется многократно. Там тоже образуются трансжиры. Но я советую поступить правильно глобально. То, что вы не можете проконтролировать сами, то есть то, в чем вы полностью не можете быть уверенным, не покупайте. Вычеркните это из своей жизни. Готовьте сами из натуральных цельных продуктов. Любая жарка, помните, это вредно в любом случае. Уменьшайте жарку, увеличивайте живую пищу в рационе питания, зелень, овощи. Но если уж жарите, то не подогревайте заново и не храните несколько дней, ешьте сразу. Жарьте только на сливочном, топленом сливочном масле, на оливковом масле или кокосовом натуральном масле, не путайте с пальмовым. Кстати, ссылки на самое лучшее оливковое и кокосовое масло я вам оставлю под этим видео. А вот льняное, кунжутное масло и прочее, применяйте в салаты и не жарьте на них. Обязательно принимайте антиоксиданты. В наши дни без них относительно здоровым никак быть не получится. Из пищи не хватит нам антиоксидантов, чтобы бороться со свободными радикалами. Их в нашей жизни слишком много стало. Обязательно принимайте, применяйте омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. А лучше всего их вместе с антиоксидантами. Например, есть такой комплекс, созданный профессором Исаевым, называется латлселеном. Название такое. Ссылку на него и ссылку на видео лекции с профессором Исаевым я вам оставлю под этим видео. Обязательно посмотрите. Очень вредны для сердца и сосудов, конечно же, сахар и омега-6 жирные кислоты. Потому старайтесь не есть ничего сладкого и обязательно принимайте омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, тот же латл или амофор или козим. Это все препараты легендарного профессора Исаева. Ссылки я оставлю под этим видео. И, конечно, ешьте натуральные продукты, которые или вы сами выращиваете, знаете как, или покупаете у того, кто их реально выращивает правильно, без химии и продает. Например, у нас. Кстати, по этому поводу, как всегда, будут возмущения мерзавцев и идиотов. Им я сейчас зачитаю сегодняшнее прямо письмо от одного зрителя, как раз адресованное вот таким неадекватом, которые золяцей пишут. А, это реклама, все понятно, для чего видео. Он продает, все понятно им. Вот слушайте письмо. Офигеваю от критиканов, которым не нравится, что Фролов посмел в своих же видео, в свою продукцию рекламировать. Ну какая наглость рекламировать экологически чистую продукцию, которая вылечит от заболеваний и жизнь продлит. Лучше уж бежать в МакДак, бургеры трескать. Вот уж где настоящая честность и истинное здоровье. Или шашлыки и колбасу покупать. Абсолютно верно. Вот какими же действительно надо быть вот просто мерзавцами и дебилами, чтобы предъявлять претензии мне. Нашли кому предъявлять претензию. Да везде все, все продают. Они-то тоже покупают где-то что-то. Или все материализуют из воздуха. Но им претензии никому они не предъявляют. И только в моих видео, которые очень важны для всех адекватных людей, своей информации в первую очередь, они предъявляют претензии. Возмущаются. Благодарить меня надо, а не возмущаться. И в том числе благодарить за то, что указывая на реальную проблему, я даю пути решения, подсказываю. И более того, предлагаю те продукты, которые как раз могут решить эту проблему. И натуральные овощи и фрукты. И различные продукты молекулярной сушки, вакуумной сушки. Без окисления продукта, без трансжиров, свободных радикалов и прочей гадости. Такого ассортимента около тысячи наименований органической, экологически чистой продукции, полезной для здоровья, необходимой для жизни. Нету нигде. Не только в России, но ни в одной стране мира нету. Ну, не считая каких-нибудь айхербов с этими повторяющимися там тысячами разных добавок. Кстати, тоже сделанных, разумеется, далеко. Не всегда безопасным способом. Я вас прошу, разумные, адекватные люди, напишите, кем являются вот такие люди, которые вот это несут им не претензии, предъявляют, не имея на это никаких прав и оснований. Да, ну и скажу, что для них я уже давно видео снял, которое я назвал «Все понятно? Реклама». Вот я ссылочку на это видео тоже оставлю под этим видео. Ну, а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще две минуты, особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал. На нашем сайте надгард.ру. И те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт надгард.ру, посмотрите хотя бы два раздела «Отзывы» и «Новинки». Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на YouTube для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня YouTube-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет. Измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухоли. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok